В Каире заместитель председателя Совета Улемов ДумРФ, муфтий Москвы Ильдар Алиудинов и ученый-секретарь Совета Ильяс Ганиев встретились с муфтием Египта доктором Шалки Алямом и его советником Ибрахимом Наджмом. Российская делегация пригласила муфтий Египта к участию в 8-м съезде ДумРФ в сентябре. Встреча прошла на полях ежегодной международной конференции по фетвотворчеству, организованной Домом Фетвы Египта. Участие в форуме приняли министры, послы, муфтии и ученые из 50 стран мира. Муфтий Москвы Ильдар Алиудинов – постоянный участник конференции, после того, как в 2020 году ДумРФ и Дом Фетвы Египта подписали меморандум о сотрудничестве. В ДОХе стартовали курсы повышения квалификации для духовенства и сотрудников ДумРФ. Занятия проходят в Исламском культурном центре имени Абдалыбин Зайда Аль Махмуда на базе двухсторонних договоренностей ДумРФ с Министерством Вакфов и Исламских дел Катара. На курсы вдоху прибыли представители ДумРФ и мухтасибатов в его составе из Москвы, Свердловской, Саратовской и Брянской областей, Ингушетии, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной Республики и других регионов. Имам Московской соборной мечети Марат Рашибаев 1 августа провел джиноза намаз по гвардии рядовому Шухрату Азимову, погибшему на фронте в Харьковской области. Похороны с воинскими почестями прошли на мемориале пантеон защитников Отечества. Флаг ДумРФ 25 июля установили на пике Ленина в Кыргызстане на высоте 7134 метров мастер спорта по альпинизму Олег Тураев и его команда в честь 30-летия духовного управления и 40-летия служения Муфти Гайнудина. Восхождение инициировал президент Кыргызско-татарского общества дружбы и сотрудничества Хабибулаг Азизов.